Это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом, на базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской Skyway-комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной Skyway-комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway-комплекс – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Unicar и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Эко-технопарка» и осуществить сертификацию. «Эко-технопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители Индийской железной дороги делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы, станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, вот такой ролик, который показывает, что из себя представляет технология под названием Skyway. И, по сути дела, кратко рассказываю, что была создана специально для привлечения инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка компания Skyway Capital. Мы не будем сейчас заострять внимание на преимуществах технологий по отношению к тем транспортным системам, о которых мы с вами уже сегодня поговорили. Но, в принципе, буквально кратко по истории пробежимся. То есть, речь в ролике шла о том, что струнные технологии, скажем так, известны достаточно давно. Сегодня мы находимся на четвертом этапе развития струнных технологий в целом. Вот я не говорю сейчас отдельно о компании Skyway, а именно о струнных технологиях. Начиная с 1977 года, с того момента, когда была подана первая заявка на изобретение Анатолия Владимировича Ленинского. На четвертом этапе просто было принято решение оценить интеллектуальную собственность, что было сделано в ролике вы наверняка обратили на это внимание. И было принято решение обратиться к людям, таким, как мы с вами, с возможностью стать совладельцами данной технологии, совладельцами компании. Крупнейший, как заявляет Анатолий Владимирович Чудницкий, в ближайшие 10-15-20 лет, вероятность того, что данная технология займет 30-50% всего мирового транспортного рынка, очень высока. Так вот, цель запуска данного проекта это привлечение инвестиций с целью финансирования строительства еще раз, потому что был свой собственный полигон в подмосковном городе Озера. Данная технология во всех трех сегментах транспортного рынка, грузовой, Skyway до 120 км в час, вы видели в ролике, городского транспорта до 150 км в час и высокоскоростного междугороднего до 500 км в час. Инвестирование, привлечение инвестиций началось в январе 2014 года. То есть была оценена интеллектуальная собственность в 600 млрд долларов США с хвостиком и на основании этой собственности зарегистрирована компания Великобритания. И начала работать схема краудинвестинга, о которой говорилось в ролике. До этого же были три этапа развития группы компаний Skyway. Первый начался с конца 70-х годов по середину 90-х. Это, скажем так, время старта. Вы знаете, что в начальной стадии, скажем так, полета ракеты, запускаемой в космос, тратится порядка 80-90% энергии до топлива, которое, скажем так, эту ракету отрывает от Земли. Был проделан большой объем работы. Было получено признание Федерации космонавтики СССР. Грант Советского фонда мира был получен на развитие технологий. Первая конференция прошла научно-практическая на территории Белоруссии в 80-х годах в городе Гомере. На втором этапе уже у Юницкого была своя научная школа в Санкт-Петербурге, где он занимался, скажем так, улучшением аэродинамичности будущего подвижного состава, снижением коэффициента аэродинамического сопротивления. Было большое количество продувок в аэродинамической трубе с целью придания наиболее обтекаемой формы. В это время был получен первый грант Организации Соединенных Наций, то есть эксперты данной организации. Дали заключение, что данная технология перспективная, ее нужно развивать, нужно выделить деньги на ее внедрение. Далее, по сути дела, по документам, по документации, была отработана технология первого поколения. Это было на втором этапе развития технологии. Третий этап, который был очень важный, продемонстрировал технологию миру. Об этом я уже говорил. В подмосковном городе Озера был собственный испытательный полигон, 170-метровый эстакада металлическая, на который было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик, целый ряд международных делегаций, комиссии различных структур, относящихся к транспортной отрасли Российской Федерации, посещали полигон. И убедились в том, что транспорт такой есть, что он имеет право жить. Мало того, были даже заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации по струнным технологиям. То есть вы их тоже, кстати, можете найти непосредственно на сайте www.unitsky.com. И, как говорит наш генеральный конструктор Анатолий Дарчуницкий, те контракты никто не отменил. То есть не было никакого доп. соглашения, в котором написано, что признать там контракт недействующий. В принципе, они могут иметь силу, они могут быть подняты, пересмотрены цены, потому что многое поменялось в плане, скажем так, денег, валюты, отношения доллара к рублю и так далее, и так далее, и так далее. Но данные, скажем так, договора могут быть еще подняты на поверхность, как говорится. И в тех регионах, которые планировали строиться дороги, они могут начать строиться. На третьем этапе была отработана, скажем так, технология второго поколения, был получен второй грант организации обменных наций. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев услышал на Госсовете в 2009 году от губернатора Ульяновской области, что есть такая технология, что ее нужно использовать, ее нужно внедрять. Мы можем обогнать, скажем так, весь земной шар в транспортной отрасли и выйти на этот международный рынок с технологией, которая будет являться экспортной из России во весь мир. К сожалению, после данного мероприятия через неделю полигона в подмосковном городе Озера не стало. Но он сослужил свою службу, да, то есть весь мир увидел, что из себя представляет технология Skyway, что из себя представляет струнные технологии, тогда это так называлось. В целом, на целом ряде, скажем так, форумов, посвященных науке, технике транспорта в первую очередь, Анатолий Дарвич принимал участие. И в целом ряде международных форумов был отмечен различными наградами, дипломами, медалями, грамотами, да. Две премии «Золотая колесница» в номинации проект года транспортной отрасли, «Золотая медаль Всероссийского выставочного центра» не одна была получена генеральным конструктором вместе с технологией. На данном слайде вы видите небольшой перечень структур государственных Российской Федерации, которые давали свои экспертные оценки и заключения по технологии Юницкого, когда существовал полигон в подмосковном городе Озера. Здесь, как я говорю, далеко не полный перечень, но основные, наверное, выбраны структуры, такие как Институт проблем транспорта Российской Академии наук, Сибирское отделение Российской Академии транспорта, Гострой России, Министерство экономики транспорта, Российская инженерная академия и так далее. Организация обменных наций и патенты мы с вами уже, точнее, и различные призы международные мы говорили. И было получено в низком порядка 50 патентов на ноу-хау, который он использует технологии. В 2014 году состоялось очень важное событие, первое из них, начало и старт кампании, это январь 2014 года, привлечение первых инвестиций от людей, которые поверили на тот момент. И в 2014 году состоялось открытие нашего научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь в мае месяце, после конференции, которая прошла в городе Минске. Но что хотелось бы сейчас сказать, почему, скажем так, это важно, почему мы обращаем внимание на привлечение первых инвестиций, потому что, в принципе, из ролика вы уже слышали, что Крис Принципи, финансовый эксперт, назвал технологию Skyway в мире транспорта как интернет в мире коммуникаций. То есть, одна технология, которая вошла прочно в нашу с вами жизнь, 20 лет назад, например, 25 лет назад она только начинала использоваться, компьютерные технологии, персональные компьютеры, которые в конце 70-х годов вышли в свет, им прощили, что они быстро загнутся, Билл Гейтс, Стив Джобс, еще целый ряд людей, которые работали в направлении разработки программ и устройств, которые будут работать с этими программами, продолжали работать в этом направлении, предлагали людям стать соинвесторами их проектов, кто-то откликнулся и в итоге стал очень богатым, успешным, стал миллионером. Большинство людей не поверило. Вот сейчас происходит примерно та же картина. Мы предлагаем людям стать со владельцами данной технологии, и в ближайшее время планируем уже показать ее, эту технологию в конце ноября месяца, что она из себя представляет действующие промышленные образцы на территории экотехнопарка в Республике Беларусь. И в дальнейшем уже есть целый ряд проектов, которые готовы начинать строительство дорог по технологии SkyWay в разных уголках земного шара. Соответственно, данная технология будет использоваться. Соответственно, тем более компаний, которые вы сегодня приобретаете, будут расти в цене, потому что технология будет применяться на практике. Каждому из вас предоставляется возможность стать успешным, скажем так, в очень обозримом будущем, недалеком. Сделайте вы этот шаг или нет, все зависит от вас. Дадите вы эту возможность тем людям, которые вас окружают или нет, тоже зависит от вас. Поэтому, скажем так, если вы открыты, если вы разобрались в этой информации, если вы понимаете, что это для вас хорошо, делитесь этой информацией с теми, кто вас окружает. Далее, наступил 15-й год, который стал переломным, и именно в 15-м году определились с участком местности, за который было принято решение бороться. Это был январь 15-го года, а участок местности мы получили в июне. То есть, получили документ, который гласит, что участок земли общей площадью порядка 36 гектар недалеко от города Марина Горка в Пуховичском районе Минской области в долгосрочную аренду отдан предприятию струнной технологии, которым руководит Анатолий Городович Юницкий. Ключевыми моментами 15-го года стал целый ряд переговоров, которые проходили на территории южноамериканских стран в Днёных Арабских Эмиратах. Это было весной 15-го года. Запуск работы компании Skyway Capital состоялся 24 февраля 2015 года. Далее, в 15-м же году, в июле месяце, были проведены первые работы на территории Экотехнопарка, то есть на той территории, которая была выделена компания. И в конце июля началось строительство трех трасс Skyway, которые должны быть, скажем так, продемонстрированы действующими с целью сертификации данных видов транспортных систем и выхода на международный транспортный рынок. Что сейчас и делается на территории Республики Беларусь. В 15-м году были еще важные события. Это приезд Рода Хука, который увидели в ролике. Сегодня он возглавляет нашу австралийскую компанию. Тогда он первый раз увидел Анатолия Дорочевницкого, познакомился с ним, посмотрел, что проделал на тот момент. Очень духотворился, как мы говорим, проникся в данные технологии и принял твердое решение в сентябре 2015 года полностью содействовать развитию данной технологии на территории Австралии. Ну и по всему миру в целом. Австралия – это просто то место, где он живет. Род Хук – экс-министр транспорта Южной Австралии. То есть человек, который знает, что такое транспорт, человек, который реализовал в своей жизни не один крупный инфраструктурный проект стоимостью там общей свыше 10 миллиардов долларов США. То есть все это очень серьезно. Далее. В 2015 году специалисты нашей компании получили так называемый международный инфраструктурный код ценной бумаги, процедуру которой проходят все компании, акции которых в дальнейшем планируются к выведению на крупные международные биржевые площадки. Далее. В октябре состоялась следующая международная конференция на территории Республики Беларусь в городе Минске. Была осуществлена закладка нулевого километра будущей дороги Skyway. Несколько десятков инвесторов приняли участие в этих мероприятиях, которые приехали высадить свое именное дерево на территорию Экотехнопарка. И сейчас, скажем так, есть целая аллея, возле каждого дерева, высаженного, скажем так, нашими партнерами, инвесторами, находится табличка, что это дерево от такого-то инвестора. Далее. Руководство компании Skyway, то есть группы компании Skyway, приняло решение в 2015 году в ноябре месяце перейти на использование нового инвестиционного продукта в своей деятельности. Это привлечение инвестиций посредством реализации пакетов долей компании в рассрочку. Это очень удобно самой компании, потому что наперед можно видеть, какие денежные средства к нам приходят. То есть через месяц, через три, через пять, через семь. У нас рассрочки есть до десяти месяцев. Плюс ко всему, это удобно, потому что каждый этап развития группы компаний Skyway, а он всего этапов 15, в четком плане, который был разработан в период с 2014 по 2017 год, реализации данной технологии. То есть каждый этап, он подразумевает определенное количество работ, которые необходимо выполнить, для того, чтобы вовремя выйти и на рынок транспорта, с сертифицированным транспортом, и на рынок инвестиций. Так вот, чтобы эти работы были выполнены вовремя, необходимо финансирование. Вы знаете, что сейчас никто ничего бесплатного наперед не делает. Соответственно, за все необходимо платить. Тем, кто разрабатывает техническую документацию, это наши сотрудники, предприятиям, сателлитам, которые выпускают необходимые узлы, агрегаты, конструкции, которые нам нужны на территории эко-технопарка с целью строительства трех трасс Skyway и демонстрации всех возможностей транспорта. Соответственно, эти инвестиции нужны, мы их привлекаем, мы двигаемся в нужном русле, инвестиции к нам идут, очень активно развивается в последнее время рынок Центральной, Западной, Восточной Европы. Помимо, скажем так, страны Сен-Герии, начиналось привлечение инвестиций в первую очередь. Ну и вот сейчас мы работаем по рассрочке, процентов 80, наверное, приобретаемых пакетов долей компании, это люди берут рассрочки. Это удобно, это выгодно. Удобно клиентам, потому что ежемесячно инвестируя незначительные денежные средства, которые не себе могут позволить инвестировать, приводит к тому, что на выходе они имеют довольно приличные пакеты долей компании, которые в дальнейшем будут только расти по мере реализации технологий в разных уголках земного шара при строительстве дорог по технологии Skyway. В ролике вы видели, что в 2016 году Минтранс Российской Федерации признал технологию инновационной, заседание, скажем так, рабочей группы того же Минтранса, экспертного совета, признала технологию перспективной для использования территории Российской Федерации. Это тоже было в 2016 году. И я помню начало этого 2016 года, когда в планах нашего руководства было осуществлять строительство городской трассы, трассы, так называемой юнибайки, легкая трасса, то есть сама идея юнибайка родилась уже в процессе, скажем так, привлечения инвестиций посредством кралотинвестинга. То есть до этого не подразумевался такой вид транспорта. Сейчас на него обратили внимание большое количество людей с разных точек земного шара, люди, которые задумываются о том, чтобы использовать юнибайки в развитии туристической сферы в своих странах. Вы можете посмотреть в новостях ролик представителей Ирландии и еще целого ряда стран. То есть это очень интересное предложение, высокоскоростной транспорт, который позволяет еще здорово обозревать, скажем так, окружающую действительность. Люди могут перемещаться в этом транспорте и любоваться всем тем, что есть в разных уголках земного шара. Соответственно, это может позволить развить туристическую отрасль. Далее. В планах было два мероприятия. То есть одно из них состоялось в апреле 23-24 числа под названием Экофестиваль. На нем было порядка 700 с лишним человек наших инвесторов с разных уголков. Порядка 20 стран с небольшим было, то есть представителем на этом мероприятии. И в планах было принять участие в мероприятии под названием Инотранс, о котором здорово и подробно рассказалось фактически в ролике, который вы видели. То есть важно, что на этом мероприятии инотранс мы не сами где-то пробивали себе дорогу, били чулом перед кем-то и упрашивали. Пришло приглашение из Евросоюза. После того, как узнали, что технология, скажем, получила признание в Минтрансе, из Германии пришло приглашение принять участие в номинации транспортной инновации. И из 2900 стендов, которые там находились, хотя в ролике говорится 4000 стендов, значит 2900 экспонентов, потому что некоторые технологии были представлены на нескольких стендах. Наш стенд вошел в 60 наиболее посещаемых. Это очень большой плюс, я считаю. То есть выставка и мероприятие инотранс прошло с большим успехом. Действительно, было все время большое количество людей на нашей экспозиции. Были люди, как мы говорим, специалисты транспортной отрасли, были представители конкурирующих компаний, ну, например, компания «Сименс», которая занимается, по-моему, всем, чем только можно. Единственное, они отказались от производства мобильных телефонов и техники в свое время. То есть передали это компанию «Бенкью» в «Сименс», потом еще какая-то и так далее. Ну, а в транспортной отрасли «Сименс» имеет непосредственное отношение, потому что по всему миру бегают, скажем так, различные поезда, которые произведены и разработаны этой компанией. Далее, параллельно, точнее, не параллельно, а последующие мероприятия, которые было в этом году и поначалу оно не планировалось, нас тоже на него пригласили, это была «Белорусская транспортная неделя» или «Транспорт и логистика-2016». То есть там, по-моему, были представители девяти стран. Наши, скажем так, стенд посетили министры целого ряда стран, ну, как, по крайней мере, это Польша, Литва и Беларусь. Зам премьера Республики Беларусь тоже присутствовал на данной выставке. И у нас есть ролик, где Анатолий Дарович общается с ним и, по сути дела, заручается его поддержкой перед президентом Республики Беларусь о выделении 15-километрового участка для строительства Высокоскоростной трассы Skyway в следующем году с целью демонстрации возможности этого транспорта. Далее, на следующей неделе буквально прошла следующая выставка, следующий крупный международный форум, на котором присутствовали порядка 300 организаций и компаний из 14 стран. Они перечислены здесь на слайде. Назывался он «Белорусский энергетический и экологический форум». И по результатам опроса посетителей данного форума, наиболее интересным стендом был признан, опять же, стенд компании Skyway, компании «Струнные технологии», которая там представлялась как белорусская технология. Параллельно в городе Мельбурн проходило крупное международное мероприятие. В этом году оно было выдано наводку по Австралии. Называлось оно «Интеллектуальные транспортные системы». И принять участие в данном форуме могла только та компания, которая имела, скажем так, отношение к транспортной системе полностью автоматизированной, то есть без участия людей. Нашу компанию представлял Ротхук, которого возглавляет наша австралийская компания. Плюс ко всему, в реализации нашего проекта на территории австралийского континента содействует и принимает активное участие компания «Ауркон», ее специалисты. Компания серьезная, которая занимается, скажем так, строительством и возведением, скажем, крупных инфраструктурных сооружений и сферей транспорта в том числе уже долгие годы. И специалисты этой компании принимали участие в разработке и строительстве самого высокого небоскреба под названием Бурш-Халифа в Эмиратах. То есть это не просто, скажем так, консалтинговая компания, которая пришла и говорит, давайте мы попробуем что-то сделать. Это серьезная структура, специалисты которой вместе с Родом Хуком приезжали в июне месяце на территорию нашего КБ, на территорию Эко-технопарка, познакомились с Анатолием Дородовичем Юницким. Были, по-моему, три дня. За эти три дня, скажем так, получили полное представление, что из себя представляют технологии Skyway и уехали с твердым намерением помогать Роду Хуку и принимать участие в реализации нашей технологии на территории австралийского континента. То есть, все это происходило буквально в 2016 году. Далее, мы раньше очень сильно радовались, когда в каких-либо новостях было упомянуто название Skyway либо Юницкий либо струнные технологии. То есть, раньше это было где-то год назад, полтора года назад, раз в месяц, где-то, может, даже реже. Этой весной мы очень радовались, когда такие издания, как РЖД Партнер, который является одним из рупоров, по сути дела, нашего конкурента в какой-то степени, Интерфакс, Радиоэхо Москвы и еще целый ряд довольно известных средств массовой информации давали информацию о нашей технологии. Сейчас такое явление, как Интерфакс напечатал о нас какую-то статью, в принципе, уже где-то не обращается внимания, потому что практически каждый день в разных уголоках земного шара выходит либо телевизионная передача, либо новость, которая упоминается Skyway, либо это, скажем так, на страницах интернет-изданий, либо в печатной прессе, либо какие-либо радиостанции. Потому что за это время об этом говорили на территории СНГ, на территории Европы, на территории Австралийского континента. После выставки, которая пошла после мероприятия на транс, люди, которые проявили интерес в нашей технологии, они сегодня находятся в разных странах. Это Юго-Восточная Азия, это Южная Америка, это и Австралия тоже, в том числе, и Европа, соответственно. Потому что, помимо всего прочего, наши партнеры организовывали целый ряд конференций этим летом, которые проходили в целом ряде городов Европы. И, например, можем привести простой пример, что был заключен договор о сотрудничестве со Словацким технологическим университетом, например. И цель этого договора, что данная структура будет помогать развиваться нашей технологии и в дальнейшем создавать адресные проекты на территории Словакии и Центральной Европы. И таких уже договоров о предварительных, скажем так, намерения взаимодействия уже очень много. Технология уже была представлена в целом ряде регионах мира, как белорусская. Ее представлял заместитель генерального директора по развитию Виктор Баборин. То есть он ездил, например, в Танзанию, где рассказывал наши технологии, соответственно, был нанесен ответный визит не так давно. То есть СМИ практически каждый день рассказывают о том, что существуют такие струнные технологии. Есть такая компания Skyway, есть такой транспорт, который вот-вот уже будет внедрен. И сейчас на территории, как я говорил, Экотехнопарка полным ходом идет подготовка к демонстрации городского юнибуса и в действии юнибайка. Планируется это все сделать в конце ноября. И буквально свежая новость, которая там буквально один день, два-три дня, то, что в Индии приезжали, кстати, были переговоры с представителями Индии на территории Москвы. Это состоялось где-то месяц лишним назад. Потом переговоры прошли опять же с представителями индийских железных дорог и этой страны на территории Швейцарии. И вот написали, что белорусское предприятие собирается построить трудную дорогу на территории Индии. Между двумя городами один из этих городов, где находятся резиденции Далай-Лама. То есть там большой поток людей. Вы знаете, да, есть паломники, которые едут в том месте, где проживает Далай-Лама. Соответственно, 12-километровый участок, который позволит разгрузить автомобильные дороги в том регионе. Вот сложный рельеф местности. Наша технология подходит как никогда. То есть об этом было напечатано в индийской прессе. И вот в принципе статья взята и напечатана на странице белорусского издания MyFin. В новости вы тоже можете с этим ознакомиться. Что хотелось бы еще отметить, то есть мы сейчас переходим непосредственно к компании Skyway Capital. И вы поняли из предыдущего рассказа, из ролика, что мы занимаемся работой с информацией и привлекаем инвестиции. Мы даем информацию людям, которые заинтересованы в различных, скажем так, направлению движения по жизни, но те люди, которые заинтересованы как приумножить свои деньги, те люди, которые, мы говорим, неравнодушны к окружающей среде, хотели бы, чтобы дети и внуки жили, например, в чистом воздухе, пили чистую воду и так далее. Данная технология, которая называется Skyway, позволяет нам решить эти вопросы и развернуть ситуацию технократического краха вспять. Потому что, если оставить еще там пару-тройку поколений, которые родятся, и промышленность будет работать в том же формате, как она работает сейчас, мы можем землю не вернуть. А вот использование технологии Skyway позволит нам перейти на чистое производство, отказаться, скажем так, от целого ряда грязных производств, организовать большое количество высококвалифицированных рабочих мест, появятся новые специальности, как это произошло с внедрением интернета, кстати. Я думаю, вы со мной не будете спорить, что приход интернета позволил появиться наверное не одному десятку профессий, которые до того просто невозможно было представить. Итак, компания Skyway Capital зарегистрирована на территории Великобритании, она занимается привлечением инвестиций, является официальным партнером группы компании Skyway, и мы работаем на базе краудинвестинга, то есть на той же платформе, на которой начинала работать компания РСВ. Задачи, которые мы сегодня ставим перед собой, они в принципе простые, если их озвучивать, но довольно трудоемкие. Это привлечение в программу максимального количества инвесторов на основе микрофинансирования, то есть мы предоставляем выгодные условия и в принципе любой человек сегодня из любой страны мира может проинвестировать в сумму меньше тысячи рублей, а это люди, которые могут относиться к категории студентов, пенсионеров, не обижая никого, но тем не менее социально защищенные слои населения. И у нас большое количество людей пенсионного возраста, которые увидели перспективу развития технологий, которые хотят, как мы говорим, добра своим будущим поколениям, точнее тем, кто уже есть, дети, внуки. Вот это все можно обеспечить благодаря участию в нашем проекте. Далее, наша задача создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, чтобы вы могли достаточно просто разобраться в информации, задать свои вопросы службе технической поддержки на сайте, либо в отдел информационной поддержки обратиться с тем, чтобы вам помогли разобраться, что из себя представляют технологии, кто мы такие, как вам можно стать совладельцем данной технологии, каким способом вы можете стать инвестором, то есть выбрать платежную систему и так далее, и так далее, и так далее. И в этом вас с удовольствием проконсультируют наши специалисты, работающие в компании. И, конечно, наша задача максимально информировать вас обо всем, что происходит в развитии нашего проекта, в развитии технологии, в развитии компании Skyway Capital. Чем мы занимаемся периодически, осуществляя рассылки по базе электронных адресов, которые люди у нас оставляют при регистрации, наиболее важные сообщения присылаются в SMS-рассылки. Мы периодически проводим такие мероприятия, на которых озвучиваем те новости, которые у нас появляются чуть ли не каждый день. То есть, было бы ваше желание эту информацию перерабатывать, получать и разбираться в ней. Итак, инвестиционное предложение компании Skyway Capital. У нас на сегодняшний день есть целый ряд программ, по которым вы можете стать совладельцем технологии. Есть стандартный прайс-лист, который позволяет, как я говорил, на основе микрофинансирования. То есть, не нужно выжимать из себя последние сотни, не нужно вытрясать карманы, скажем так, у своих родителей, детей, жен мужей и так далее. То есть, если у вас есть сумма, равная 15 долларам США, вы уже можете стать совладельцем данной технологии, приобрести себе какой-либо из пакетов долей компании. 15 долларов, 450 долей на выходе. То есть, уровень доходности по этому пакету составляет 30 раз. Ваши деньги к 2017 году потенциально, мы говорим, ориентировочно, что одна доля будет стоить 1 доллар США. Сегодня за 15 долларов вы приобретаете 450 долей компании. Каждый последующий пакет в себя включает большее количество долей компании, потому что дискомт, да, вот третий столбик, это уровень доходности. На каждом пакете, который стоит дороже, он выше. Например, пакет стоимостью 1000 долларов подразумевает, что уровень доходности у вас не 30 уже, а 150 раз. То есть, в 5 раз больше, чем вы инвестируете 15 долларов. Но, в принципе, как мы говорим, что наш проект до сих пор относится к венчурным проектам, есть определенная степень риска, соответственно, вы рискуете больше суммы денег, вам, как говорится, и карты в руки, вам предоставляется больший уровень доходности. Я ввел специально пакет на 1000 долларов, потому что потом мы с вами рассмотрим пакеты, тоже подразумевающие инвестиции размером 1000 долларов, но более, наверное, привлекательные по уровню доходности. Итак, максимальная сумма инвестиций сегодня у нас составляет по нашему стандартному прайс-листу 150 тысяч долларов в США. У нас есть люди, которые инвестируют очень крупные деньги и становятся, скажем так, совладельцами пакетов долей компании по той же схеме, что и те, которые инвестируют 15 долларов. Далее, я говорю о том, что у нас существует возможность приобретения пакетов долей компании в рассрочку. То есть, есть линейка пакетов, которые существуют у нас 23 января, если не ошибаюсь, 2016 года, только на шестом этапе, когда они были введены, скажем так, на выходе люди получали большее количество долей компании, потому что уровень доходности при переходе с этапа на этап, то есть на седьмой этап мы перешли, потом на восьмой, он снижался. Почему? Потому что степень риска снижается с каждым днем. Но даже сейчас, инвестируя 25 долларов ежемесячно, вы имеете возможность получить на выходе 22,5 тысячи долей нашей компании. Если вы готовы инвестировать 50 долларов на протяжении 8 месяцев, соответственно, вы на выходе получите 40 тысяч долей нашей компании. И так далее, скажем, по пакетам стабильный бизнес. Если вы готовы делиться информацией с окружающими вас людьми, и по вашей рекомендации в течение первого месяца, после того, как вы открыли рассрочку по этим пакетам, придет два человека и просто купит для себя какие-либо пакеты стоимостью от 25 долларов и выше, вам еще дополнительно по окончанию выплаты рассрочки на ваш премиальный счет будет выплачено от 5 до 63 тысяч долей компании, в зависимости от той рассрочки, по которой вы двигаетесь. У нас есть рассрочка, которая рассчитана на два месяца. Если вы готовы инвестировать ежемесячно по 300 долларов в США, соответственно, вы на выходе получите 75 тысяч долей нашей компании. Но если вы по этой рассрочке сделаете два платежа в течение суток, первый платеж и второй, вам дополнительно на премиальный счет будет начислено еще 24 тысячи долей нашей компании. То есть, фактически, за 600 долларов вы получите почти 100 тысяч долей нашей компании. Есть пакеты, которые были введены весной, в конце весны, в начале лета этого года, по просьбе наших западных и центральноевропейских партнеров. То есть, это пакеты в рассрочку, где люди ежемесячно инвестируют от 500 до 5000 долларов в США. То есть, суммы солидные, но это, опять же, делают инвесторы из стран, где уровень дохода заметно выше, чем в тех странах, где мы начинали движение по системе краудинвестинга. А начинали мы в России, в Украине, то есть, на территории бывшего Советского Союза. Далее, помимо пакетов в рассрочку обычных, у нас есть пакеты, которые позволяют вам оформить пакет долей компании на своих несовершеннолетних детей. Называются они «Малыш и студент». У них разный номинал. На малышей 65 долларов в месяц, на студенте 150. То есть, если вы готовы 9 месяцев оплачивать эти суммы, которые указаны на данном слайде, вы на выходе получаете либо 80 тысяч, либо 194 тысячи долей нашей компании. Если вы также двигаетесь по схеме дополнительного информирования окружения своих людей, то есть, если по вашей рекомендации кто-либо приобретает пакеты долей нашей компании в течение месяца после открытия данной рассрочки, вам еще дополнительно могут быть начислены 24, либо 68 тысяч долей компании. Мало того, если вы являетесь надежным плательщиком, своевременным плательщиком данной рассрочки и заканчиваете именно тогда, когда вы должны это сделать, без засрочки какой-либо, который у нас позволяется, то вы получаете еще дополнительно на премиальные счета либо 4, либо 8 тысяч долей компании. То есть, очень интересное предложение. У нас есть пакеты, которые появились с 8 этапа развития группы компании Skyway, как и пакет Business Start, два месяца по 300 долларов. Это мультипликатор. Он интересен для тех людей, которые стали инвесторами в нашем проекте, начиная с самого начала, например, может быть, через год после старта. То есть, мы стартовали 23 февраля 2015 года, и люди, которые сотрудничают с нами, могут иметь там 500 тысяч долей компании, миллион, 2 миллиона долей компании. Если они себе выбирают какую-либо из этих рассрочек, которые вы видите на экране на 10 месяцев, 100 долларов ежемесячно, 250, либо 500, и эта рассрочка выплачивается, то человеку начисляется, оформляется сертификат вот на это количество акций, которые я сейчас обвел. Они плюсуются со всеми теми долями компании, которые у вас уже есть, и вам дополнительно на общее количество на премиальный счет начисляется либо 1%, если вы выбрали первую рассрочку, либо 2%, либо 3%. То есть, тоже выгодное предложение, которое вы можете использовать. У нас вернулся в нашу линейку пакетов, пакеты на транс. Раньше он у нас представлял 4 платежа по 1000 долларов на протяжении 4 месяцев, то есть не позднее, чем месяц после предыдущего платежа. Сейчас он рассчитан на 3 платежа по 1000 долларов, и помните, я обводил вам, что пакет из стандартной линейки, если вы оплачете 1000 долларов, то вам на выходе выплачивается, точнее оформляется на 150 тысяч пакет. Здесь схема такая, если вы первый платеж делаете 1000 долларов, первый месяц у вас действительно 150 тысяч долей оформляется, если вы делаете второй платеж не позднее, чем через месяц, то уже 200. Если вы решите еще третий раз сделать платеж 1000 долларов, то вам третий раз будет начислено 250 тысяч долей компании. Суммарно 600 за 3 месяца. То есть, средний дисконт по этому пакету составит 200. То есть, он выгоднее, чем тот, который в стандартном прайсе везде. У нас есть крупные пакеты, которые вы можете приобрести за 5, 10, 25 и 50 тысяч долларов сразу. Это позволит вам принять участие в акции «Посади дерево» на территории «Технопарка». У этих пакетов очень хороший дисконт. Приобретая данные пакеты, вы становитесь владельцами миллионных долей компании. Соответственно, как я сказал, если потенциально каждая обильная взятая доля 1 доллар США, на выходе вы фактически долларовый миллионер. И для людей, которые активно помогают нам развивать бизнес, информируют свое окружение о том, что есть такая технология, о том, что есть возможность стать инвестором, о том, что есть возможность стать человеком, успешным, двигаясь по партнерской программе, не дожидаясь и сертификации выхода на транспортный рынок, это можно делать уже сейчас. Есть отдельные пакеты, которые вы можете приобретать с бонусного счета. То есть, вы строите бизнес по партнерской программе, компания вам начисляет денежные средства на бонусный счет, вы имеете право их вывести, использовать на те нужды, которые вам необходимы. А можете покупать пакеты с выгодными дисконтами за 250, 400, 1000 и 1800 долларов США. То есть, у вас есть выбор всегда. Партнерская программа это инструмент, который, по сути дела, наверняка сыграл очень важную роль в развитии нашего проекта. Потому что людям была предоставлена возможность, помимо того, что они становятся владельцами технологии и в будущем могут получать прибыль действительно с каждого километра построенных дорог, еще и зарабатывать деньги в процессе, пока мы двигаемся к сертификации. То есть, зарабатывать процент от привлекаемых инвестиций. И, благодаря данной партнерской программе, у вас сегодня есть возможность создать свой источник дохода, который будет вам давать очень серьезный доход ежемесячно. Потому что, людей, зарабатывающих приличные деньги, у нас становится с каждым днем все больше и больше. У партнерской программы большое количество преимуществ по сравнению, скажем так, с теми компаниями, которые тоже в своей основе имеют либо MLM бизнес, либо партнерскую программу, то есть маркетинг-план. Даже проинвестировав 15 долларов в США на минимальный пакет, у вас есть возможность стать со владельцами крупного пакета долей компаний, потому что начисления за работу по партнерской программе, за создание партнерского бизнеса вашего, у нас идут на бонусный, на акционный счет, но на акционный счет с восьмого этапа только с определенной квалификацией. То есть есть смысл, приобретая пакеты себе, развивая данный бизнес, дорасти как минимум до квалификации лидер, у нас там 4 ступеньки, на которых вы будете получать начисление на акционный счет, и в дальнейшем накапливая деньги на акционном счете, вы просто можете потратить только на приобретение долей компании. Соответственно, это вам выгодно, потому что делать нужно простые шаги, никто вас не заставляет, скажем так, трудиться неимоверно тяжело физически. Если вы действительно прониклись в технологии, если вы действительно разобрались в информации, если вы готовы делиться с окружением, со своим лучшим, что у вас есть, вы можете эту информацию давать. Люди могут регистрироваться по вашей реферальной ссылке, выбирать те пакеты, которые они считают необходимыми для себя, а вам за это будут платить вплоть до 20% от привлекаемых инвестиций, от непосредственной деятельности, и от 0,1% до 7% с глубины. Причем глубина у нас до 24 уровня. Не так много компаний, которые это делают на рынке партнерских программ. Далее, для тех, кто развивает партнерскую программу и партнерскую структуру, у нас есть целый ряд инструментов. Достаточно простых. Внутри личного кабинета в разделе инструменты партнера вы можете найти реферальные ссылки. Это то, благодаря чему у вас структура начинает строиться. Но передать эти реферальные ссылки вы можете только при помощи интернета, либо в соцсетях, либо в скайпе, либо в других мессенджерах. Я не знаю, мейл, агент, телеграм, вайбер, ватсап, либо посредством электронной почты. Если по этой ссылке люди регистрируются, то они становятся вашими сначала потенциальными партнерами развития структуры, либо инвесторами, приобретая какие-либо пакеты отдалей компании, либо вашими партнерами по созданию бизнеса. Далее, у нас есть план вознаграждения. Это тоже инструмент, которым вы можете пользоваться, скачав его себе на компьютер, на свой планшет, на смартфон и рассказывать маркетинг-план тем людям, которые заинтересованы, например, заработком в сети, либо заработком в интернете. У нас есть баннеры для тех, кто умеет строить бизнес в инфопространстве. То есть, если у вас есть сайт, если у вас есть блог, то вы можете эти баннеры, у нас порядка 60 видов, разместить там, где посчитаете нужную свою интернет-страницу. Он меняет, скажем так, свой цвет, меняется картинка, привлекает людей. Если ваша страница посещаема, то данный баннер будет привлекать внимание 24 часа в сутки работать на вас. Кликая по баннеру, человек будет переходить на наши интернет-ресурсы, ознакомливаться с информацией. Если он нажимает кнопку регистрации, то становится вашим реферальным партнером. То же самое происходит с разделом новостей в разделе событий в личном кабинете. Если вы рядом с новостью нажимаете кнопку той соцсети, в которой вы зарегистрированы, пишите короткий комментарий, данная новость размещается на вашей страничке, и те люди, которые являются вашими друзьями либо в тех группах, где вы находитесь, получают информацию о том, что вы что-то разместили. Кто-то из них может зайти, ознакомиться с информацией, зарегистрироваться и стать вашим партнером. Вы даже этого человека можете не знать и никогда, может быть, и не узнаете близко, потому что он живет на другом конце земного шара, говорит на другом языке, он, скажем, бодрствует в другое время, чем вы, то есть у вас, скажем, с 8 до 8 вечера вы работаете, что-то делаете, а он в это время благодаря интернету, скажем так, работать по партнерским программам стало проще. Я не могу сказать, что легче, потому что легче, это было неправильно сказать. Проще, да. К инструментам относятся вебинары, которые проходят у нас в режиме онлайн каждый день, да, к инструментам у нас относятся живые мероприятия, которые проходят в целом ряде городов, и вот я, например, недавно сообщил вчера нашему отделу информационной поддержки, что, например, на следующей неделе живые мероприятия, презентации, у нас пройдут 40, городах и странах, то есть 40 живых презентаций разных будет проведено на следующей неделе только. Вот это очень большой плюс, когда-то у нас были единицы буквально, там, и 10, когда мы доходили, радовались, а сейчас 40 в неделю. Далее, к инструментам также можно отнести и различные промо-акции, которые периодически возникают в компании Skyway Capital. Узнать, где, когда, в какое время, по каким ссылкам зайти на онлайн мероприятие, либо обратиться к ответственному проводящему мероприятию, в каком-то городе, либо стране, вы можете в разделе расписания вебинаров, в разделе событий личного кабинета. Был бы желание об этом узнавать, давать информацию своему окружению, то есть вы можете в своих городах, если там проходит живая презентация, приглашать людей на это мероприятие, и они вживую получат эту информацию. Вы можете давать информацию о живых мероприятиях своим друзьям, знакомым, родственникам, коллегам по работе, одноклассникам, которые могут проживать в тех городах, где эти презентации проводятся. Они могут прийти на это мероприятие, получить информацию, после него вернуться домой, выйти в интернет, пообщаться с вами, вы ответите на вопросы, и таким образом люди, скажем, станут вашими партнерами. Это тоже очень удобно. Используйте данную возможность. Ну и буквально пользуясь тем, что я провожу этот вебинар, сделаю небольшой пиар, 23 ноября, на следующей неделе, в среду, у нас состоится мероприятие под названием презентация компании Skyway Capital в городе Москва. «Живое», которое у нас проходит в гостинице Татьяна, в 500 метрах от нашего офиса, в Стримянный переулок, дом 11, 19-30. Если у вас есть москвичи и подмосквичи, то эта информация, по-моему, сегодня размещена у нас на сайте, и сегодня должна была быть сделана рассылка. Там есть ссылочка, по которой можно зарегистрироваться на данное мероприятие. И, пожалуйста, ваши люди могут прийти, получить информацию, получить ответы на вопросы, ну и принять участие в нашей лотерее, где мы разыгрываем две книги Анатолий Даровича Юницкого и сертификат на тысячу подарочных акций компании Skyway Capital. У нас уже, скажем так, устаканилась такая группа людей, которые ходят, слушают информацию, потому что на каждой презентации у нас, как правило, озвучиваются новые новости, точнее, свежие новости, которые буквально состоялись с момента предыдущей презентации по этому. Ну и почему нет? Люди тешат себя надеждой, и кто-то не напрасно, что они могут выиграть этот подарочный сертификат. Итак, коллеги, контакты, которые вы видите на данном слайде, это контакты нашего офиса в Москве. Если вы планируете посетить наш офис, неважно, где вы живете сегодня, либо там каким-то образом вы оказались в Москве, предварительно, убедительной просьбой позвонить по данному телефону и договориться, чтобы менеджер вас встретил, чтобы он с вами провел какое-то время, ну там минут 10-15, не более, да, а дальше продолжал свою работу. Работы у нас много. Станислав, я могу вам сказать следующее. Если у вас есть возможность обменять ваши ванкойны на биткоины, то у нас есть платежная система, которая позволяет рассчитываться биткоинами за наши пакеты акций. Я знаю, что большое количество людей сейчас принимает участие в проекте Ванкойн и поэтому задают нам этот вопрос. За биткоины, да, у нас есть возможность приобретать пакеты далее компании. Какие есть вопросы еще, коллеги? Потому что я знаю, что где-то через час, да, вас ждут в вебинарной комнате Алексей Суходов и Сергей Сибиряков. Ну а сейчас, если у вас вопросы есть, вы можете задать их мне. Я не могу сказать, что я там семь пядей во лбу и отвечу на все, что вы у меня спросите. Но, по крайней мере, возможно, в чем-то смогу вам помочь. Данные мероприятия, опять же, я не в плане пиариться постоянно и так далее, причем сам это очень не люблю, они, в принципе, рассчитаны на то, что вы на них приглашаете новичков. Я не знаю, Станислав, я не принимаю решения в плане, какими криптовалютами будет, скажем, возможность приобретать, за какие криптовалюты наши доли компаний. Ну а почему это так для вас важно? У вас что, все деньги вкручены в ванкой, но у вас больше ничего нет? За что вы можете приобрести наши пакеты? Тем более я вам показал, что за 15 долларов в США вы можете приобрести минимальный пакет. Примите активное участие в развитии партнерской структуры, скажем так, и, в принципе, не тратьте живых денег на приобретение долей компании, ассоциационного счета просто докупайте себе и увеличивайте портфель инвестиций в наш проект. Вот и все. Кто знает, что возможно будет в дальнейшем? Вот я не отношусь к предсказателям, я как бы не дружу с Борисом Глоба, с его бывшей женой, не вожу дружбу с экстрасенсами, потому что как-то мне не попадаются, они по дороге. И не обладаю возможностями Эдгара Кейси, Ванги. Я сотрудник компании и действую в тех рамках, которые передо мной ставит руководство моей компании. Поэтому что будет, то будет. Если я в компании Ванкоин, то там возможен вывод. Там возможно, скажем так, какое-то количество денег трансформировать из Ванкоинов в евро. За евро у нас можно купить пакет удалей компании. Спасибо вам, Анатолий, за то, что были сегодня с нами. Спасибо вам всем. Если вопросов больше нет, то хорошего вам вечера, отличного настроения. Успехов везде и во всем. Ну, в частности, в построении бизнеса с компанией Skyway Capital. Всем желаю реализации, демонстрации нашей технологии в ноябре, чтобы она прошла успешно. Ну, и чтобы мы приблизили то время, когда выйдем в международный рынок транспорта и рынок инвестиций с теми долями компании, которые есть у каждого на руках. Здоровья, любви денег, до новых встреч. Завтра презентация у нас 18 часов по московскому времени. Приглашайте своих друзей, потенциальных партнеров, то есть тем, кому не безинтересна тема дохода, заработка, либо тем людям, которые, скажем так, привыкли помогать другим. Если вы в этом сомневаетесь, прочтите книгу Киосаки «Восемь ценностей сетевого бизнеса не связаны с деньгами», либо книга для тех, кто любит помогать другим. Называется она «Бизнес-школа». До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова